Всем привет, это радио Крымреали. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, ежедневно 8.35 и 13.10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы находитесь на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10, если вы на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8.800.10.06.926. Жители материковой части Украины звоните нам по номеру 044-490-2905. Итак, обсудим мы, что же происходит с парками в Симферополе. В одном из наиболее, наверное, лучше других озелененных городов Крыма в свое время. Сейчас там горожане жалуются на то, что массово вырубают деревья в парковой зоне. Некоторые парки застраивают. О том, как проходит реконструкция городских парков. Можно ли назвать это реконструкцией? Довольны ли симферопольцы тем, что происходит в парках города и на что жалуются? Об этом поговорим после того, как послушаем информацию, подготовленную моими коллегами. Крым в центре внимания Ну, ребята, ну вот. Ну что, мы потерпим, наверное, если потом будет красиво все. Но пока тяжело. Грязь, строительный мусор, перекопанные траншеи. Именно так выглядит некогда живописный Гагаринский парк Симферополя. Ранее российские власти города уверяли, это временные неудобства. После реконструкции все преобразится в лучшую сторону. Согласно паспорту объекта, расположенному при входе в парк, реконструкцию должны были завершить в 2017 году. Однако местные жители уже рассказывали журналистам Крым реалии, пока изменения слабо заметны. Это замечательно, но до конца не доделанно много. Ну, то, что там оставили, видно, для зеленхоза, понятно, что это строительная организация, они будут заниматься. Знаете, пока никак. Я смотрю, это ужас какой-то. Кругом грязь какая-то все валяется. Думала, что здесь что-то сделали прям вообще. Даже сделали вроде бы освещение, все столбы стоят криво. Что-то не хватает, не знаю. Порядка. Сейчас уже хорошо, потому что ходить можно нормально. Меня устраивает. Наверное, будут убирать еще, потому что на днях я был, они еще работали, наверное, еще работа не закончена. За строительные работы в Гагаринском парке отвечает фирма «Консоль», связанная со спикером подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимиром Константиновым. В студенческом парке Симферополя вместо обещанного дома культуры возводят 18-этажку под названием «Триумф». Застройщиком выступает фирма «Владоград», которой владеет бывший депутат горсовета Владимир Михайлов. А в июне прошлого года власти Симферополя приняли решение застроить зеленую зону в районе проспекта Вернацкого многоэтажками и сделать на этом месте большую парковку. Застройщик компания «Монолит» ссылается на генплан Симферополя, согласно которому на территории будущей застройки якобы нет зеленой зоны. Крым в центре внимания. Продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». У микрофона Сергей Макрушин. Напомню, что каждый из вас может присоединиться к нашему разговору. Если у вас есть свое мнение относительно того, что же происходит с парковыми зонами в Крыму в целом и в Симферополе в частности, мы рады услышать ваше мнение. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на номер 8-800-10-06-926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044-490-2905. Также напомню, что вы можете комментировать видеотрансляции наших эфиров в сети Facebook и на YouTube. Внимательно читаем ваши комментарии и при необходимости реагируем, зачитываем в эфире, если есть действительно что. Чтобы зачитать немного информации в продолжении эфира. Известный российский блогер Илья Варламов, который известен еще и тем, что ему до 2021 года в связи с действиями против суверенитета Украины запрещен въезд в Украину, разместил на своем сайте большой материал под названием «Заберите у Симферополя деньги». Там он фактически осуждает фактическую администрацию города за варварское отношение. Цитата. «Нередко решения принимают совершенно некомпетентные люди, и деньги в их руках превращаются в страшное оружие. Только благодаря отсутствию денег многие города сохранились до наших дней», пишет он. И, соответственно, требует забрать у Симферопольской фактической администрации деньги. Говорим мы непосредственно о том, что происходит в Гагаринском парке, потому что это одно из самых любимых, наверное, мест отдыха симферопольцев. И гостей из Симферополя – это самый большой городской парк Крыма. В советское время он занимал 50 гектаров, но на данный момент его площадь составляет 36 гектаров. Откусывали от него периодические участки земли. В том числе в этом отметилась и компания «Консоль» в свое время. Там строились торгово-развлекательные центры и жилые дома. Далее в нашем эфире комментарии главы администрации Симферополя, подконтрольной Россией Игоря Лукашева. Он прокомментировал массовую вырубку деревьев в симферопольских парках и скандалы, связанные с этим. Давайте послушаем. Ну, давайте возьмем так. Дело в том, что люди должны немножко разбираться в этих вещах. Потому что кедры, сосны и прочие такие хвойные растения, кроме того, что они находятся под контролем, они еще занесены в Красную книгу, особенно Крымская сосна. Поэтому подрезка, обрезка таких деревьев у нас согласуется в Минэкологии на сегодняшний момент. На все деревья, которые мы срезали, у нас есть рубочные листы. Более того, в 16-17 году были проведены обследования, еще до меня. Эти все деревья были внесены в какие-то списки, что их нужно что-то с ними делать. Понимаете, сложно в чем. Вот люди пишут, что снесли. С другой стороны, мне приходит много писем. И в личных встречах, которые я провожу великое множество, говорят, поспиливайте тополя по разным причинам. Во-первых, есть сухие или полусухие, которые при наличии ветра, они могут падать на людей. Это раз. Второе, тополя, которые несут этот пух, большое горе, кто имеет от них, аллергия. Масса таких обращений, поспиливайте, наконец-то, поля. Второй вопрос, ивы, которые говорят. Часть ив, они уже просто сгнили и опасны для людей. Вы в том году вспомните, сколько при наличии ветра попадало веток с этих ив. Ломается, по полу дерева падает. А если там будут дети? А если там будут люди просто сидеть? Такое же тоже бывало. А бывало, на машины падали, на людей падало. Я обязан это сделать? Обязан. Потому что если кого-то чем-то зашибет, я же за это тоже буду отвечать. Понимаете? У меня выхода другого нет. Что касается реатив, которые поспилили глубокой обрезки, мы их просто, это называется, глубокое омоложение. Они отобьют новые стволы. Отобьют новые стволы. И мы их будем потихоньку подрезая, приведем их в нормальное состояние. Потому что если дерево не обрезать вовремя, не делать, как это делать, ну, десятки лет не занимался никто. То, конечно, они пошли в кривкость. Их нужно теперь формировать заново. Все это. Это нормальная практика, которая была. И, в общем-то, будет. Немножко надо подождать, посмотреть, как это отобьется, как мы их сделаем. Ну, деревья, соответственно, будут высаживаться новые. Здесь стоит отметить, что Игорь Лукашев известен нам еще и тем, что такой разминкой перед тем, как он занял кресло главы администрации Симферополя, для него стала реконструкция центра Симферополя, которую несколько раз переделывали. Наши радиослушатели постоянно и хорошо знают об этой истории. И вот свежие новости на симферопольских форумах, публикуются фотографии, там просто проваливается тротуар на свежеотремонтированных. Ну, вот мы сейчас послышали комментарии Игоря Лукашева о том, что происходит в парках, в частности, по поводу претензий горожан к тому, что деревья обрезаются так, что похоже, что они не выживут. Стоит отметить, что вместе с критикой, которая разразилась в адрес фактической администрации Симферополя по поводу того, что происходит в парках крымской столицы, идет определенная кампания, ну, скажем так, по разъяснению позиции администрации. Например, 31 января на сайте ForPost, севастопольский сайт, что характерно, было опубликовано интервью директора администрации парков Симферополя Александра Шабанова. Интервью комплиментарное и большое, но в некотором роде ответ на критику присутствует, и я процитирую. Вот спрашивают его, почему симферопольцы скептично относятся к реконструкции парка, отвечает Александр Шабанов. Я думаю, что это не объективное мнение, им просто не с чем сравнить. Они даже не представляют, как это может выглядеть. Отсюда, наверное, и опасения. Возможно, когда мы сделаем рабочий проект того, как Гагаринский парк будет выглядеть в итоге, распишем все поэтапно и разместим его во всех средствах массовой информации, во всех соцсетях на территории самого парка, я думаю, тогда этот вопрос снимется с повестки дня. Также добавлю, что вот по информации Шабанова, в 2017 году на Гагаринский парк из бюджета было выделено 43 миллиона рублей, но он считает, что это мало. Вот снова цитата. «Мы сделали только 15% от того, что мы собираемся сделать, и уже потратили 40 миллионов рублей. В целом реконструкция рассчитана на 3-5 лет, так что, я думаю, еще миллионов 300 надо». Продолжаем эфир. Я напомню, что это радио «Крымреалии». Можете звонить нам в эфир. Мы открыты для всех наших радиослушателей, для всех точек зрения. Для тех, кто слышит нас на Крымском полуострове, есть номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните нам, и мы с вами поговорим в эфире. Если вы на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Я приветствую в нашем эфире Илью Большидворова, председателя Крымского антикоррупционного комитета. Илья, здравствуйте. Итак, я процитировал только что господина Шабанова, который говорит о том, что те 43 миллиона, которые в 2017 году были выделены, они уже фактически израсходованы на реконструкцию парка. И надо бы, конечно, побольше. А так вот, чтобы миллионов на 300 в итоге вышла смета. Что вы можете сказать? Оценивали ли вы коррупционные риски в данной реконструкции парка? И что вы можете сказать о том, как вообще осваиваются деньги, предназначенные для крымских парков? Ну, деньги у нас осваиваются вообще всегда достаточно специфическим образом. То есть у нас уделяются большие достаточно средства, на все на это. И тратятся они абсолютно бесцабашно. То есть если мы говорим о Гагаринском парке, у нас на сегодняшний день отсутствует даже какой-то вообще рабочий проект реконструкции этого парка. Но, тем не менее, 43 миллиона у нас уже истрачено. У нас очень бурное обсуждение в социальных сетях вызывает данная реконструкция. То, каким способом она производится, людей просто не может не удивлять. Это там 6-метровый фонарик, который мачтый от одного фонаря, сверху приделана оголовка от другого какого-то фонаря. То есть это асфальтовые дорожки по всему парку, которые, в принципе, не устраивают жителей, потому что они являются экологичными. Качество исполнения этих работ, в принципе, никого не устраивает. Ну, тем не менее, работы идут полным ходом, точно так же, как и реконструкция улиц. Планируется у нас сейчас производиться, я так понимаю, что будет она произведена таким же образом, как улица Карломарса или улица Пушкина, да, по которой сегодня ездят многотонные машины, сгруженные щебнем там, или миксеры, бетонные мешалки, да, которые убивают просто плитку, которая там уложена. То есть, ну, у нас отношение к деревьям тоже, в принципе, у людей постоянно вызывает удивление. То, каким образом производится подрезка, да, тут последние новости. Говорят о том, что у нас Игорь Михайлович запланировал, в принципе, какие-то там, как это сказать, можно сказать, архитектурные формы там с деревьев делать, да, в парках высаживать новые деревья, новые посадки. Ну, хочется спросить у него, за какой счет будет он это делать, да, и будет ли происходить это так, как происходит сегодня, когда у нас по улицам вместо деревьев торчат, в общем-то, пеньки, да, и независимо от породы и свойств дерева, оно обрезается таким образом, что, в принципе, ну, там, до 50% не вызывает просто. Продолжим разговор с Ильей Большедворовым, председателем Крымского антикоррупционного комитета, после того, как примем звонок от нашего слушателя. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, алло, вы слушаете? Да, говорите. Алло. Да, вот я хочу за Симферополь сказать. Точно превращают город в пустыню. Вместо того, ну, тут уже выступали. Я еще хочу сказать, что было, сейчас рассматривается Лукашевым предложение, была одна зеленая улица, бульвар Франко. Теперь есть такая тенденция, обнаружено в каких-то деревьях гнили, значит, надо все деревья с этой улицы выпилить, липы. Липы, прекрасные деревья, все надо выпилить. Второе. Идет застройка нового микрорайона Жигулино-Роща. Перед этой Жигулино-Роща, никому не мешая, росли деревья. Но они, может, неухоженные были. Взяли, сделали обрезку. Через неделю взяли, все деревья вокруг вырезали. И получается не Жигулино-Роща, а Жигулино-Пустырь. Вот я скажу, что Лукашев пришел и хвастается, что мы закупили спецтехнику для спила деревьев. Потратили столько денег, что это будет очень все ухоженно. Я не знаю, он откуда приехал или из тешни. Крым – это солнечное место. Летом жара. Людям надо где-то в тень на улицах пройти, чтобы была тень. Получается, на улицах теперь все, деревьям нет. Кустики засохшие, прустики посаженные. И они засыхают. Хорошие деревья спилены. А смотришь, гнилые деревья стоят. Или это идет заготовка дров, или что, это непонятно по городу. Ну вот мне интересно, да, ваше соображение. Как вы думаете? Ну, я, во-первых, добавлю, да, что Игорь Лукашев, он местный. Многие крымчане его помнят по событиям бурных девяностых. И такой вам вопрос. Есть ли у вас соображение, почему такая ненависть к деревьям? Я не знаю. Судя по вашим словам, да, по тем выводам, которые вы делаете, вот целенаправленно уничтожаются зеленые насаждения в Симферополе. Зачем? Как вы думаете? К сожалению, да, не успел наш слушатель ответить на этот вопрос. Но вопрос передается Илье Большедворову, который с нами на связи. Илья, прокомментируйте, пожалуйста, звонок от нашего слушателя. И как вы думаете, в связи с чем вот так навязчиво уничтожаются зеленые насаждения в городе? Ну, я не думаю, что это какая-то аттракционная составляющая. Это, в принципе, у нас сегодня тенденция, которая наметилась в городском хозяйстве и вообще, в принципе, в республике Крым отношение подобное ко всему, да. То есть у нас хоть дорогу ремонтируют, хоть деревья пьют. Это знаете, как есть такая поговорка «Заставь дурака Богу умолиться, он себе лоб расшибет». То есть вот это стремление навести какой-то порядок и освоить денежные средства максимально быстрыми темпами, да, приводит к тому, что вот это непрофессиональные действия, в частности, по озеленению города, да, вот ведут к таким печальным последствиям. У нас все, в принципе, так. То есть у нас могут строить за миллиард кукольный театр, да, и при этом библиотеку не отремонтировать, которая находится в очень плачевном состоянии. Как бы если у нас берутся рубить деревья, то рубят их под корень, и потом просто разводят руками и говорят, вот мы посадим вам сейчас кедров, там, миллион штук, можно сказать, да. То есть денег девать некуда, максимум нужно осваивать. Вот сейчас Игорь Михайлович хочет организовать у нас муниципальное бюджетное учреждение для того, чтобы, в принципе, через него без торгов осваивать денежные средства. То есть это не предприниматели будут предлагать минимальные какие-то цены, еще что-то, да, просто будут денежные средства пересисляться в МБУ, и там будут, в принципе, осваиваться. Спасибо. Напоминаю, что это было мнение Ильи Большедворова, председателя Крымского антикоррупционного комитета. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, и вам есть что сказать по проблеме крымских парков, в частности парков Симферополя, который когда-то был одним из самых зеленых городов Крымского полуострова, звоните нам, повторю, номер 8 800 10 06 926. Звонки из Крыма на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут присоединиться к нам по номеру 044 490 29 05. До эфира нам удалось взять комментарии у ряда известных симферопольских чиновников и политиков о ситуации в городе с вырубкой деревьев и реконструкцией парков. Давайте послушаем их в нашем эфире. Комментарий для Крымреали дал Геннадий Бахарев, бывший глава подконтрольной Кремлю администрации Симферополя. Давайте послушаем. Знаете, я, к сожалению, не видел, что делается в городе, честно говорю, потому что я не в городе. Если делается обрезка, я считаю, что в принципе это хорошо. Как оно делается, это уже второй вопрос, нужно смотреть на месте. Тут же можно любую идею, любую хорошую мысль, которая приходит, все в этапе исполнения, все это, знаете, превратить в плохое. Все просто как делается, кто контролирует, кто подрядчики, какой у них опыт. Если пришли, конечно, люди, не знающие ничего и начинают хорошую идею превращать в плохую, как у нас в жизни бывает, это часто. Надо смотреть все по факту, разбираться. Специалисты есть, я думаю, надо, чтобы подключились обязательно общественники и специалисты, провели обследование и дали свое заключение. Я думаю, что не надо торопиться, прежде всего, конечно. Но из того, что я видел, есть нюансы, которые действительно вызывают вопросы. Но пока, пока не надо. Вот придет весна, посмотрим, как они оживут, как пойдет. Ну, а сейчас же много посадитесь и посмотрим, что посадят. Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Давайте далее послушаем комментарий, который специально для Крым Реалии дал Анатолий Рогов, который был главой ЖКХ Симферополя до российской оккупации Крыма. И продолжим. Позарастало. Все позарастало. Его нужно обрезать. Там есть деревья, которые надо вообще... Я видел, там на набережной. Их много надо сносить. Надо снести. Да, но на это место надо посадить. Выделено. Лукашов говорил о том, что 20 миллионов на деревья выделено. Я думаю, что если так каждый год будет выделять, то это будет достаточно. Даже лучше. Ну, а так, что оно все валяется, ломается, тоже непорядок. Это плохо. За деревьями надо смотреть. Их надо обрезать. Их надо делать коронацию. Это как бы как организм. Совсем все надо содержать. А так просто, чтобы они росли. Провода обрывают деревья, когда ветер. Ну, и так далее, и так далее. То, что эти деревья нужно было резать. Это 100%. Единственное что, какой минус? Режете тут же, должна идти машина и убирать. А не нарезать. Это уже месяц. Я хожу каждый день на работу по улице Набережная. И месяц эти обрезанные ветки валяются. Я бы сделал так. Обрезали часть улицы, убрали. Обрезали другую часть улицы, опять убрали. Вот таким бы методом я действовал. Ну, а критика по поводу парка имени Гагарина. Шабанов вообще-то молодец. Молодой человек, парком занимается. А критиканы, они всегда были, будут и есть. Ну, вот как бы заассультировали. Ну, что плохо, плохого. Будут колясочки хорошо кататься. Детишки на роликовых коньках будут лучше кататься. Потому что там большое расстояние от земли. Ну, грунт там возле Симферополя, под Симферополем есть. Как бы навезут, посадят цветы, все будет неплохо. Общая ситуация, она положительная. Молодцы, пусть делают. Это не то, что не делают ничего. Делают, ну, это шли, ничего, все справятся. Что убирают? Обрезали, набросали. Ну, надо было убирать сранку. Ну, вот так считает Анатолий Рогов, бывший глава ЖКХ Симферополя. Продолжаем эфир. Напомню, что каждый из вас может присоединиться к нашему разговору. 8-800-10-06-926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите на материковые части Украины, звоните нам на номер 044-490-290-05. Как вы уже заметили, большинство нареканий, да, связаны не только со странными малыми архитектурными формами в виде шестиметровых фонарей, явно составленных из разных частей и откровенно дешевых лавочек, которые установили вместо тех лавочек, которые были, и те горожанам нравились больше, судя по комментариям в социальных сетях. Много нареканий связано с тем, что заасфальтирована большая часть Гагаринского парка и производится варварская, по мнению жителей Симферополя, подрезка и вырубка деревьев в парковых зонах. Я приветствую в нашем эфире Алексея Василюка, эколога организации «Экология. Право. Человек». Алексей, здравствуйте. Итак, как должна коррелировать свои действия с жителями города, городская администрация, чтобы не было подобных конфликтных моментов и скандалов? Буквально полторы минуты у нас есть. Слышите ли вы нас? Нет, у нас нет этого звонка. Ну, давайте тогда послушаем комментарии Степана Кискина, депутата подконтрольного России Симферопольского горсовета. Я вообще к вырубке отношусь, я лично, резко отрицательный. Почему? Потому что у нас город маленький, он такой южного типа. Будем так говорить, и старые здания, и поэтому деревья прикрывают все это и украшают город. Поэтому тут надо к вырубке деревьев относиться осторожно. У нас почему-то относятся к этому как-то, если вырубать, значит, все подряд. Ну, нельзя так. У нас ни Москва, ни Питер, где там площадят целые большие. У нас совсем другого, будем говорить, образца города. Ну вот, что происходит, в общем, с Симферопольскими парками. Какое возмущение высказывают жители и гости города Симферополя. И чем объясняют происходящее симферопольские чиновники. Попытались мы выяснить минувшие полчаса. Это радио Крымреали. Сергей Макрушин сегодня дежурит у микрофона. Продолжим через несколько минут. Субтитры подогнал «Симферополь»